Друзья, добрый день, еще раз спасибо большое, что вы дослушали меня, досмотрели и не разошлись. У нас в гостях сегодня фотограф и путешественники Кирилл Ютных, он перед вами. И с минуты на минуту мы подождем, подождем, подойдет Екатерина Восягина. Тема сегодняшней встречи с Сахариной Куриллой, называется она «Путешествие на край света», и вот, наконец, путешествие начинается. Я прошу вас послаждаться общением и просмотром замечательных фотографий. Здравствуйте, уважаемые слушатели, благодарю, что вы пришли, дождались нас и сегодня, и из экспедиции. Для тех, кто с нами не знаком, скажу, что мы занимаемся съемкой зеркоприводы, основное направление нашей ландшафтной фотосъемки. И последние годы мы активно сотрудничаем с заповедниками, заказниками, национальными парками. Работаем с ними на волонтерской основе, представляя наши снимки. И также целью, основной целью нашего пребывания на самоохраняемых родных территориях является популяризация заповедной системы, потому что особенно актуальна год-столетия заповедной системы России, которая проходит в этом году. В этом году мы совершили три экспедиции, я рассказывал последние из них. Преходующая была по 26-ти, сохраняемым природным территориям, о них я рассказывал летом. Может быть, кто-то слышал уже, здесь же жили по этой фотографии. И сегодня я буду рассказывать про последнюю нашу поездку на Сахалин и Курильские острова, которые относятся также к Сахалинской области. Наша поездка заняла 85 дней, из которых 65 дней мы жили в палатке на берегу моря или Тихого океана. И все время, которое у нас было свободное и занятое, мы посвящали потусъемки. Старались показать природу максимально интересно, максимально необычно. И для начала я хотел бы напомнить, где находится Сахалинская область. Это Дальний Восток России, это Юг Охотского моря, одна из самых удаленных территорий от нашего сегодня с вами дохождения. Мы прошли центральную и южную часть Северного Сахалина в пеших походах, посетили южно-юго-восточное побережье Сахалина и побывали на островах Южной Курильской группы, это Кунашир и Шикатан, и Курильская группа, это остров Итрух. На особо охраняемой жирной территории находится, из тех, которые мы посетили, находится на юго-востоке Сахалина. Там есть природные памятники регионального значения. На Кунашире находится Курильский заправедник, и на Шикатане находится заказник Малые Курилы. Знаете, как отмечено синим, это маршруты, которые мы осуществляли на автомобилях, ну, попутках, скажем так, экспедиция изначально задумывалась как максимально бюджетная. Там, где не могли поймать попутку или их не было, или не было дорог, выходили пешком, эти участки отмечены зеленым. В масштабе всего Ходского моря видно, сколько мы прошли зелененьким километров пешком с рюкзаками. Между островами Сахалина до Пулин перекликались на теплоходе Игорь Куркудинов, большой парок, который переводит людей, грузы и так далее. То есть официальный перевозчик, так сказать. И началась наша респедиция с того, что мы попали в Смирнуховский район и южную часть Ногликского района, там, где верхний зеленый трек. Он относится, Ногликский район относится к районам Крайнего Севера и можно сказать, что мы побывали в этой экспедиции на Крайнем Севере и на Крайнем Юго-Востоке, переместившись позже на остров Шикотан. Сама экспедиция была спланирована буквально в последние дни перед отбытием на Сахалин. Мы только-только прибыли с предыдущей экспедиции и нам поступило предложение провести учет в Сахалине, в Смирнуховском и Ногликском районе. Организация экологической вахты Сахалина занимается, что видно ее название, экологическими работами, экологическим мониторингом и в том числе, как основной источник экономики, дохода и питания на Сахалине контролем выловой лососевых рыб. В данном формате нам удалось совместить исследования Северного Сахалина в виде фотосъемки и пеших походов с непосредственно нужной и полезной деятельностью для экологической организации. Мы прибыли в поселок Смирных, находится в 360 километрах от Южно-Сахалинска, а Южно-Сахалинск на юге находится и практически проехали с остров. Посмотрели на Охотское море из окна машины и первый наш маршрут, он был сплавом по реке Лангери, самый верхний маршрут на карте. Нужно было сплавить 44 километра и дойти до Роболовецкого стана в поселке Пограничное в устье реки Лангери. У нас на сплаве присутствовали вот такие фрегаты, гордо названные таким словом две рубежные резиновые лодки. Это вы с собой не слили? С собой их не слили? Нет, мы забрасывались на автомобили, фотографии автомобиля будет в площади. У нас была большая машина, соответственно, нас забросили на начало сплава, мы распаковали лодки и начали сплав. Тащить за себя, конечно, это не малориально, потому что каждый лодок где-то километров 20-25-50. Наверное, первое, что меня там поразило, это лопухи. Но это еще маленькие лопухи, которые там встречались. Просто это один из немногих кадров. Снимать там получалось очень мало, потому что мы постоянно находились в воде. Постоянно была плохая погода, шел дождь. Снимать что-то вообще, не доставать камеру, было сложно. Поэтому снимали либо на телефон, у меня он водозащищенный, поэтому доставал, либо на камеру на стоянках. Как вы предвидели, да? Да, это июль месяц. Мы в середине июля прибыли на Сахалин. И вот в середине октября буквально две недели назад закончили, в меньшую неделю назад закончили нашу поездку. Лопухи там, конечно, встречались и выше, они не по 2-3 метра были. Но вот, к сожалению, фотографий нет. Самое интересное, что в этих лопухах, ну, предыдущих лопухах, мы запекали рыбу на костре, это было очень вкусно, нам посоветовали мясное это сделать. Это было абсолютно вкусно, такой вот специфический предсказь дает какой-то такой аромат. Ну, естественно, Кирилл все делал, запекал дырку. Ну, мы думали сначала, да, взять что-то такое, чтобы ее готовить, не варить, скажем, да, жарить, не... Ну, неудобно, похоже, в условиях, не тащить на себе что-то в посуду и взять самую фольгу, но подсказать, что вот здесь же фольгу, это гораздо вкуснее, интереснее, может даже полезнее. Главное, пропекать, да, потому что в ней есть паразиты, могут быть, и поэтому, взятлено нужно хорошо пропекать. Ну, они здесь. Ну, наверное, ладно. О питании это проедем просто так, да. Там тоже много интересного было у нас, много нового. На этой фотографии хотел бы тоже пару слов, правильно? Для масштаба. Это завал на верховье реки Лангри, в котором мы справляемся. То есть через каждую такую кучу нам приходилось обносить лодки. В лодках, естественно, была куча оборудования, вещей, палатки, снаряжений, сапоги, все. То есть все. Нет, фототехника та же. Достаточно тяжело было, то есть лодки разгружались. В нескольких лодках переносилось вокруг завала вещи. Мерцарков у нас не было, но были гербешки, поэтому было тоже неудобно. В один заход нельзя было перенести. Отдельно притаскнулись лодки. Ну, вот здесь видно, да. Масштабы завалов, конечно, были середины. Встречались также пороги, которые приходилось обносить, спускать лодку отдельно на беремки. То есть мы больше ходили, наверное. Вот я на карте заметил заверну также походы, сплав наш. Но там, по-моему, где-то четверть, если не треть всего километража этого шли пешком практически вдоль берега. Потому что часто очень пороги и часто были в мелком наководе. И перекаты, при нас, приходилось идти пешком. Но пока мы шли, по крайней мере, по косам, по мелким перекатам, нам не встречались медведи, потому что они все в берегу. И это... Мы их видели недостаточно мало. Но перекаты были интересны. Там тот район, сложенный вулканическими породами. То есть там был активный вулканизм, который прорывал осадочные породы. Там очень часто встречались красивые складки, красивые прорывания одноцветных породов. Ну, по крайней мере, с нимков нет. Какой-то столько рассказов о том, что нужно управлять лодками. И так с ним дырались сломать два весла. В конце сплава просто с одним веслом уже, как на Байзаркише. И поэтому там вообще недостаточно было. Не станет. Да, встречались, конечно, в большом количестве птиц. Там было много очень белохвостых орла, в которых некоторые спускались идти с нами. Вот на этом капле эта железная дорога проходила там раньше, где-то в середине 20-го века. Была железная дорога, там добывали уголь и что-то еще. И она шла вдоль прижима, вдоль реки. И за ней перестали ухаживать там последние несколько десятков лет. Ну, ее подмылка в какой-то момент. И в очередном проходе боезда весь состав рухнул в реку с высотой там метров сто, наверное. И там вот по всей реке потом на пять километров были разбросаны обломки с железнодорожных вагонов. Вообще смотрелось чудовищно. И нам через эти вагоны приходилось тоже так же вручную перетаскивать плотки, потому что острые железные края круга торчат. Вот. Иногда мы заходили вверх по притокам в реке Ландере по мелким и достаточно крупным ручьям. Там встречалось много рыбы. Там из лососевых стран была куджа. Местный житель, пресноводный лосось. Из проходных там заканчивал Мерест Симарно и было много графушек и, по-моему, все. В этих реках. Краснополка. Ну, местные даже, тех еще Краснополка, незначительные. Вот. Так вот выглядит устья рек, в которые нам приходилось заходить. То есть иногда был свал камней по центру русла. Его приходилось опять вхать пешком. Часто были туманы с дождями, но живота все было ни по чем. Вот. Один из немногих камней было хорстого орлана, снятый на одном из обносов. И Мишки, который пришел к нам, пока мы сидели. Причем он нас не замечал вообще, в принципе. Я смотрю, я думаю, он на нос потерял вообще просто совесть никакой не. Прошел, прошел чуть-чуть дальше. Вылез на скалу, потом что-то нас ночуило, видим ветер. Вот. И все. Ну и тогда убежал прям мигом, в одни ветки сверху как-то. Минут через пятнадцать после него, ну и пока мы допивали чай и все. И тот же. Вышла еще медица. За ней вышел еще двамя дружонка. И так же нас позаметили, чтобы по нашему берегу прошлись. Под нас ушли в лес и идти сидим вообще. Не знаю. Не знаю. То ли мы невидимки, то ли чем. Они нас не замечали вообще. Просто шумела то, что шумела река. Они не слышали, не видели слух. Им занимала река. Зрение плохое, а ветер не было. Ну то есть мы просто пока сидели за полчаса, четыре дни лет прошли. Какой высокий уровень подготовки две швёрные группы. Весьма, да. Весьма. Но тем не менее, да. Славку закончились успешно. Доехали, да. Шли до устья реки Лангеля и вышли к морю. Море, да. Вот так выглядит Охотское море. Ну нам было радостно видеть его, потому что после густого леса, сложно проходимых берегов, все-таки открытого пространства, например, радовали. Ну на берегу во всём работала. Рублавецкие суда. Была как раз и разгар путина. Следующий у нас маршрут был на реку Биллинга до соседней реки. Чуть южнее Лангеля. А я ошибся, следующий будет река Боро. У нас был ещё маленький маршрут. Это вот от устья реки Лангеля. Просто пошли вдоль берега, вдоль морского берега до соседнего берега, посмотреть, что там утворилось и сколько там рыбы, сколько там ледвинов. И вот здесь нам наконец удалось снять живописные морские пейзажи. Сначала это был большой пляж. И я вот первый раз ходил большие расстояния длительные по песку вдоль моря. Сначала первых километров два шлось легко. Потом, конечно, всё тяжелее и тяжелее. И потом ноги вязнут в этом песке, устают и начинают болеть пальцы. Шли, естественно, в сапогах, потому что она мягкая. Поэтому идти очень тяжело было. Но песок оказался самым верхним. Я думаю, что нужно было преодолеть себя. Потому что встречались вот такие вот обвалы, прижимы. И приходилось обвязать их сверху. Если они были невысокими, это ещё полгода. Тогда они были в высоту метров по пять. И половину состояли из глины. Приходилось карабкаться по этой глизе. Конечно, их карабкались. Поэтому их снять не удалось. Мы же даже специально от клейва по графику. Потому что пройти по берегу... Да, до островики можно будет только в окне. Поэтому мы спешили до начала прилива пройти. Потому что иначе им это много осталось. А с прилива как поднимается? Вот до зелени или как тут? Да, примерно где зелень. Здесь вот видно, да. Чуть ниже может быть. Там, где зелень, граница. Это прилив плюс штормовая волна. Ну, где-то ещё, может, метр-полтора. Которая размывает сильно и растительно срывает ее. Ну, метр-метр прилив всё равно. По пояс воде шли бы. Плюс волна ещё шла. Мы шли по берегу и почти в воде сами. И всё равно нам сапоги и болотники заливали. Заливало, которое были по пояс. Потому что приходит волна, она бьётся об ногу. И нас целиком окатывают водой. То есть всё равно. Снимали вот эти кадры. Камеру прятали под куртку и под плащ. Вот. И когда вот волна уходит, вот волна вот облила нас брызгами. Волна откатилась. После этого достается камера. Быстро делается камера. Выбирается камера. И снова приходит волна. Камера разбрызгивает. Ну, то есть вот это вот в таком формате фотография. Никаких штативов там, фильтров. Вообще и вещи. Хотелось просто сделать кадры. То есть вот она. Приходит волна. Это за секунду до того, как она закатывала. А вот это без штатива рассветывается? Да, без штатива. Это на выдержке где-то одна двадцатая, одна тридцатая секунды. С рук без стабилизатора. Руки не дрожат? Нет. Волна приходит с большей скоростью. Она сильно бьет в берег. Поэтому она смазывается. Кадрыш. Кадрыш, значит, он веский, нормальный. Я так люблю. Красивый. Ну, запрогайся. Не дрожат. Ну, то он страшно был бы. Если не успеешь камеру управлять. А дальше мы дошли к гуське Боры. Ну, вот, к сожалению, не было снимков. Когда мы дошли к реке, было уже сумерки, было темно. Все они мазались в земли, были мокрые, в соленой пене. И там, конечно, ничего просто снять не удавалось, потому что было темно. И на гуське реки сидел три медведя. А на гуське реки нужно было ставить лагерь, потому что река – это лагерь, как в каньоне. И ставить болотку большинку. То есть мы будем карабкаться 100 метров на скалу. То есть тоже нереально. И вот это состояние, его вообще не передать словами, темнеет. Уже начался трерив, сумерки, возможно, начнется дождь. И три медведя сидят в гуське. И там прямо на месте мы хотим стоять палатку. Единственное место на палатке. Я очень громко вырубался. Ну, прямо просто безысходности. Они медведи то ли услышали, то ли что. Крачи не испугались. В этот момент увидели нас и решили уйти. Ну, мы сейчас усилились. Да, я дополнительно решил свистнуть. Еще выстрелил из ракетницы. Ну, благо, да, они испугались и убежали. Они сидели на рыбе так же в гостерике. И вот этот момент был, конечно… Тот момент, когда нельзя не пойти назад, не подождать. Нельзя. Не было возможности, потому что прилив и сумерки не давали вообще никаких вариантов.